Приветствую вас, друзья! Вы на канале Пульс Земли. События и катаклизмы за 20 марта. Поехали! Сильные дожди затопили населенные пункты центральной и южной части штата Огайо, США, что привело к закрытию дорог и вызвало массовую эвакуацию жителей в пятницу 20 марта. В густонаселенном городе Хит людей пришлось эвакуировать из домов, окруженной водой. Спасатели вывозили людей на лодках и военной техники. Местами глубина паводка достигала 1,8 метра. 76 мм осадков выпали в регионе за 12 часов, затопив дороги и вызвав переполнение рек. В округе Линкинг из-за обвала части трассы, проходящей недалеко от города Хит, образовалась промойна с бурлящей водой глубиной около 5 метров. Около 10 тысяч потребителей в центральной и южной частях штата остались без электроснабжения. 70-ти градусные морозы установились в районе станции Восток, Антарктида. Температура опустилась до минус 73,8 градусов по Цельсию. Это самый холодный день во второй половине марта с 1960 года. Чрезвычайная ситуация в Сильвии из-за переполнения двух рек и двух ручьев привела к наводнениям и оползням в сельской местности. Сила воды опустошила целые посевы, размыла берега на некоторых дорогах и затопила дома. Больше всего пострадала резервация Гамбия. Разрушено 80 домов. Непрерывные ливни вызвали схождение крупного оползня в провинции Намоси, республика Фиджи, в пятницу 20 марта. Под завалами оказалось 4 человека, одного из них удалось спасти. Трое погибли на месте. Два грузовика и буровая машина тоже оказались погребенными под тоннами грязи, сорвавшимися с крутого холма, где почва была размыта дождями. Большая часть Фиджи пострадала от ливней и внезапных наводнений. За 24 часа обрушилось более 200 мм осадков. Управление автомобильных дорог Фиджи заявило, что ряд дорог в центральных и западных северных районах были закрыты из-за наводнений. Опасное наводнение перекрыло дороги в низменностях Виту-Леву. По словам специалистов, существует риск схождения новых оползней. Полуостров Юкатан переживает самую сильную засуху за 34 года. Три года осадков ниже среднего уровня в Юкатане, в Мексике, привели к самой сильной засухе на полуострове с 1986 года. Уровни подземных вод упали до минимальных показателей. Многие колодцы высохли. Это представляет серьезную угрозу для водоснабжения. Два землетрясения сотрясло Грецию. Первое землетрясение с силой 5,6 по шкале Рихтера произошло в Парго, Западная Греция ранним утром. Еще одно землетрясение, которое предшествовало первому, произошло ночью с силой 4,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 км к северо-востоку Каналаки и имел фокусную глубину 10 км. Сообщается об трех раненых. Погибших пока нет. Новости распространения коронавируса. Украина, как и весь мир, продолжает борьбу с коронавирусом. Количество заразившихся в стране увеличивается. Уже в пяти областях и в Киеве объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом. И три из них летальных. В мире зарегистрировано 287 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Из них 11,5 тысяч это летальные. И 88 тысяч случаев выздоровели от болезни. Лидирует по числу заболевших США. За сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5379 человек. Там также зарегистрировали 44 смерти. В Италии за этот же период зафиксировали 5359 новых случаев заражения. Жертвами вируса стали 627 человек. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал Пульс Земли, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить последние выпуски. Спасибо за внимание и до завтра.